МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех! В эфире программа «Безопасный маршрут» и в ближайшие 10 минут узнаем, как целому невредимо попасть из точки А в точку Б. Ну и сегодня поговорим о багаже. Многие из нас не раз задавались вопросом, что происходит с нашими чемоданами в аэропорту после того, как они уезжают по ленте транспортера. Куда отправляется багаж и, самое главное, кто и как его досматривает. А между тем, это очень важная составляющая безопасности нашего полета. В России в рамках комплексной программы по обеспечению безопасности населения на транспорте только на воздушном транспорте выделено более 2 миллиардов рублей. Пока, правда, охвачено лишь 12 аэропортов, но в ближайших планах еще больше 4 десятков. И чтобы прояснить судьбу багажа после его сдачи на стойке регистрации, наш корреспондент Василий Кучушев отправился в самый большой аэропорт страны – Домодедово. Как там успевают в срок досмотреть все сумки и чемоданы, да еще и не перепутать их? Василий, вам слово. Ольга, сейчас я нахожусь у здания московского аэропорта Домодедово, сотрудники которого покажут нам, как работает автоматизированная система сортировки багажа. Каждый пассажир в аэропорту перед вылетом проходит целую вереницу различных процедур, цель которых одна – обеспечить их же безопасность. Одним эта предполетная суета кажется приятной, у других вызывает раздражение. Однако мало кто из пассажиров знает, какие приключения в этот момент происходят с их багажом. Система обработки багажа, она достаточно интересная и сложная. Наверное, очень многим пассажирам интересно. Вот я расстался со своим багажом, а что же с ним происходит? Как только вы расстались со своим багажом, он ушел по ленте транспортера, а дальше он спускается в цокольный этаж. И вот там все ходы лабиринта – это порядка трех километров. После регистрации все то, что не берется в салон, поступает АССБ – автоматизированную систему сортировки багажа. Весь багаж комплектуется и сортируется здесь. Чемоданы и сумки в одну сторону, бытовая техника и другие предметы в заводской упаковке – в другую. Все, без исключения предметы, проходят через специальный павильон, в котором установлен мощный сканер. Подозрительный багаж направляется на дополнительный, более тщательный досмотр со вскрытием упаковки и замков. Ну а после хрупкое упаковывается в отдельный контейнер, все остальное выкладывается на ленту транспортера общей протяженностью 3 километра. Удивительно, но этот гигантский конвейер как раз и отвечает за то, чтобы ваш багаж оказался именно в вашем самолете. Над лентой установлены лазерные сканеры, которые моментально считывают багажные вирки и направляют сумки и чемоданы по нужному маршруту. Летом в связи с отпусками количество пассажиров увеличивается. Растет и число проходящего через систему багажа до 50 тысяч в сутки. Однако система сортировки редко ошибается. Как правило, в неполучении своего багажа виноваты сами пассажиры. По словам специалистов, если не удалить старую багажную вирку, оставшуюся от прежнего путешествия, то вполне вероятно, что сканер отправит ваши вещи совсем не туда, куда вы направляетесь в этот раз. Спасибо Василию. А сейчас слово эксперту. Алексей Бешапошников. Родился в 1977 году в Смоленске. Служил в вооруженных силах на должности начальника штаба зенитного дивизиона. В 2010 году уволился в запас и был приглашен в службу авиационной безопасности аэропорта Внуково на должность инженера. В 2011 году был назначен на должность заместителя начальника службы авиационной безопасности по досмотру аэропорта. Здравствуйте. Насколько, по Вашему мнению, существующие правила перевозки багажа способствуют обеспечению безопасности на воздушном транспорте? Может быть, их стоит ужесточить? Ну, в настоящее время при соблюдении всех правил перевозки пассажиров, багажа, ручной клади, может поддерживаться достаточно высокий уровень авиационной безопасности. Ужесточения существующих нормативных документов не требуется. Как, в принципе, все знают, даже некоторые послабления были недавно, в частности, ограничения о снятии обуви ремней. Так что на данный момент все правила и положения, которые предъявляют требования к авиационной безопасности аэропортам, полностью соответствуют нынешнему положению дел. А планируется ли в ближайшем будущем опробовать какие-то технические новшества для проверки багажа? Ну, естественно, все технические новинки внедряются в нашем аэропорту, но кроме технических новинок, еще планируется, на данный момент рассматривается вопрос о создании кинологического подразделения в нашем аэропорту. Значит, кинологические подразделения уже существуют и используются в некоторых аэропортах и показали достаточно положительный опыт использования данных подразделений. Кроме того, также рассматривается вопрос о создании подразделения так называемого профайлинга. Это команда психологов, которые будут способны из общего пассажиропотока выявлять пассажиров с, ну, скажем так, не совсем адекватным, не совсем стабильным поведением. И уже далее с ними беседовать и выявлять причины такого поведения. А часто ли возникают такие ситуации, когда пассажиры, ну, незнакомые с правилами перевозки багажа, пытаются провести запрещенные предметы? Ну, естественно, конечно, пассажиры. Кто летает постоянно, естественно, знает о перечне запрещенных предметов. Кто летит в первый раз, ну, естественно, люди могут и не знать. Такие ситуации попадаются и встречаются довольно-таки часто, ну, практически каждый день. Если запрещенный предмет не носит какого-либо криминального характера, значит, он изымается, составляется акт об изъятии и передается в комнату хранения изъятых вещей. В случае, если изъятие носит какой-либо криминальный характер, значит, привлекаются сотрудники полиции и уже данное изъятие производится сотрудниками полиции. Ну что ж, понятно, чтобы не попадать в неприятные ситуации, надо знать правила и не нарушать их. А на сегодня у меня все. Безопасного вам пути. Редактор субтитров А.Семкин